которые предоставляют спешл прайс, либо просто интересные моменты для нашей акции и не только. Сегодня мы будем разговаривать с директором компании Экспресс Вояж. Мы, как всегда, разговариваем о круизах. Это отдельный интересный, скажем так, кусок туризма, о котором мало кто еще знает. Сколько бы о нем ни говорили, пока все еще будет мало. Поэтому здравствуйте, Лариса. Рада вас приветствовать очередной раз в нашей студии. Давайте дальше говорить о круизах и просвещать наших уважаемых коллег, клиентов, собственно, и нас. Я так понимаю, вы пришли с какой-то новинкой. Мы будем говорить сегодня о чем-то новом, да? Мы уже какую-то программу разговариваем о том, что у нас круизная компания активно развивается. И в следующем году, в 2018 году, у нас инаугурируется два корабля новых. Это «Симфония морей» и класс «Роял Карибан». И второй корабль у нас «Селебрити». Это будет новый корабль «Селебрити Эдж», вообще прорыв именно в развитии круизного флота. И сегодня бы мне хотелось сказать, что сейчас очень хорошие цены еще на новогодние даты. И у нас даже после 14 января, что редко бывает у «Роял Карибан», даже есть детки бесплатно в круизе. То есть родители покупают круиз, да, дети получают у нас, как бы оплачивают только портовые сборы и таксы. Поэтому, если у нас есть возможность, мы сейчас с вами зайдем на сайт и посмотрим же, где смотреть и что смотреть, и вообще, как бы, что покупать и что продавать. Тем более, что сайт мы презентовали новый, он у нас работает в режиме реального времени. И, пожалуйста, как каждый из нас, да, как бы клиент, агент не имеет значения, он может зайти на сайт, выбрать себе нужную ему дату, забронировать этот круиз и вообще, как бы, да, поехать отдохнуть. Тем более, что он может потом, как бы, по номеру бронировки захотеть на сайт круизной компании и делать все, что угодно, да, сравнивать цену, то, что у нас любят делать наши гости. То, что у нас любят делать, это, как бы, самостоятельно бронировать еще какие-то дополнительные услуги. То есть, все, как бы, в режиме реального времени и, как вы уже правильно сказали, да, и, как я говорю, что Royal Caribbean – это любимая, да, круизная компания, которая уже 9 лет представлена очень активно в Украине. Сейчас они презентовали именно для русскоговорящего рынка и, в частности, для Украины новый корабль «Симфония морей», и он уже открыт в продаже, потому что инаугурация состоится 5-7 апреля. И у нас у всех есть возможность на него попасть, потому что там очень хорошие цены, и сейчас очень активно продается 28 апреля и вообще, как бы, лето следующего года. Поэтому мы говорим сейчас не только о новогодних праздниках, а вообще, как бы, активно уже бронируем лето, 18-го года. А можно я задам вопрос, а потом мы перейдем ко всем новинкам? Вот второй корабль, который, по всем вы говорите, новым технологиям, что нового, отличающего от тех, что есть на данный момент? Ну, смотрите, ни в одном лайнере на данный момент нет внешней платформы. То есть вы будете садиться на внешнюю платформу, это будет как движущаяся палуба, она будет подниматься с уровня 1 метра от воды и до 14-й палубы. То есть у вас корабль, да? А это, представьте себе, как внешний лифт, который будет сбоку подниматься, и вы там будете вечеринки проводить, вы можете там кофе посидеть, попить. То есть такого точно нет ни у кого. И кто бы мне ни говорил, да, вот круизная компания Royal Caribbean, она настолько в прямом смысле слова инновационная. Плюс еще мне очень нравится открытая территория, да, как бы, что они сделали. Они сделали с 8-й палубы и до 14-й полностью открытую зону. То есть на 6 палуб это будет в виде отдельных каких-то VIP-зон. И что самое интересное, уже сейчас мы смотрели, у нас есть все цены полностью, как бы, на декабрь 2018 года и лето 2019 года. То есть мы сейчас уже задумываемся на том, как все идет вперед, сука. Да, и там очень хорошие маршруты, потому что Celebrity в этом году, как бы, очень мало был представлен. И, честно говоря, у Royal Caribbean очень мало было предложений именно для нашего рынка из-за того, что все было распродано. Так вот, этот новый корабль летом 2019 года приводит в Европу. У нас будет Symphony, у нас будет Celebrity Edge, он будет меньше, да, как бы, чем мы привыкли лайнеры премиум-класса, но он будет больше комфортнее. То есть, как бы, там для тех людей, да, у них будут увеличены каюты, у них будет увеличена зона, как бы, ресторанов, у них увеличена зона, как бы, спа, у них увеличена зона бассейна. То есть вместо 3,5 обычных тысяч человек, там будет 2 тысячи, да, и, как бы, для этих людей больше места. Плюс свободнее дышать. Конечно, да. Отлично. Давайте поговорим о том, что ближайшие, перспективы, конечно, сумасшедшие, будем смотреть о том, как это все будет, и, надеюсь, это все бронировать с вами, уважаемые коллеги и клиенты, пробовать новое. Давайте пока поговорим о чем? Новый год. Новый год. Все равно у нас еще Новый год. То, что ближайшие Новый год, где встречать, если не хочется автобус, что там, отель и все остальное. Есть прекрасный вариант, да, уже неоднократно говорили о том, что такое круиз, в чем разница. Для меня это просто потрясающая возможность, каждый день, не переезжая в автобусе, не просиживая, а можно, как бы, что-то смотреть, заниматься чем-то в свое удовольствие, и при этом каждый день, там, два или сколько, менять другие города. И, ну, это просто прекрасная возможность. Окей, что на Новый год? Что на Новый год? Ну, на Новый год у нас, как всегда, троица самых популярных кораблей. Это класс «Оазис», у нас «Гармония», «Марий» – самый большой лайнер в мире, да, это тот класс, который самый популярный. У нас выход из форта Лудердейла, видите, как бы все полностью, как бы, на русском языке, с картой, очень удобно. Мы можем выбрать цену для удобства, хотя, в принципе, как бы, да, человек для себя определяет, как ему лучше смотреть или в гривне. Мы можем посмотреть с вами палубы, мы можем посмотреть с вами описание всех кают, мы можем посмотреть, где они находятся на носу или на корме. И описание стоимости, которые есть в реальном времени на сайте круизной компании. И что самое главное, вы знаете, как бы, вот из последнего, то, что у нас бронировали, и агенты, и клиенты, они понимают о том, что, взяв какую-то определенную каюту, они понимают, что следующая каюта может быть уже по другой цене. И что, как бы, для удобства, видите, как бы, мы проходим с вами абсолютно все шаги, да, и можем выбрать все размещение. Ну, давайте возьмем, все равно, как бы мы ни крутили, у нас самые популярные каюты с окном или с балконом, да, 90% у нас бронируются балконов. И вот цена. Тем более, что на классе Гармония Марии у нас есть три категории кают с балконом. Есть категории кают с балконом с видом на океан, есть внутренний на променад, вот мы видим четко, как бы, да, на рисунке. То есть здесь будет тихо, но в то же время свежий воздух, потому что над ним, как бы, пространство. И с видом на прогулочную улицу, где каруселевочный уровень работы, и акватеатр. То есть мы сравним им для себя цену, да, как бы, находим, которая нам наиболее всего, как бы, подходит и нравится. Выбираем минимальную, если мы, как бы, ее ищем, и смело, как бы, бронируем. То есть на данный момент у нас каюта с балконом с видом на океан есть самая минимальная цена – 2215 долларов. Проверяем наличие. Ну, сколько дней, скажите? Неделя. Неделя. Вот, мы видим, где, какая каюта, 6302. То есть вы бронируете сразу с номером каюты. Вы можете посмотреть, где она будет находиться у вас на схеме. И, как бы, если у нас все устраивает, мы можем ее и выбрать, и забронировать. То есть мы, как бы, ее выбираем. И у нас все бронировки проходят, опять-таки, так, как и авиабилеты в режиме реального времени. Мы заполняем данные, видите, как бы, полностью мы можем это все пройти, выбирать. Выбираем как частное лицо. И система, как бы, нам дает возможность получить эту бронировку. Для зарегистрированных агентов это будет личный кабинет. Вы потом отслеживаете. Для клиентов они приходят к вам на почту, и потом уже менеджеры связываются с вами. Но вы самостоятельно можете, если вам даже не хочется, как бы, никому звонить, самостоятельно распечатывать счет, оплачивать, как бы, то есть все, все, все есть. Но, опять-таки, если нужно, да, как бы, мы еще раз, как бы, смотрим, что у нас идет отдельный тариф, да, как бы, отдельно портовые сборы таксы. Здесь нет чаевых. То есть чаевые 12,5 долларов, они оплачиваются уже на борту. Если гости хотят, они могут оплатить его и здесь. То есть с этим мы разобрались, да, как бы, у нас гармония мам-ли-марии. И из того, что, как бы, самая активная и бронируется эта гармония морей, у нас в Суазис. Очень хороший маршрут, мы можем его тоже, как бы, посмотреть. Он у нас с выходом из Роланда. Там у нас будут Карибы, у нас будут Багамы. И плюс, как бы, возможность посетить парки Дисленда. Это тоже, как бы, востребовано у наших гостей. У нас очень хороший маршрут и, в принципе, как бы, хорошая цена на десятиночный круиз из Дубая. Вот я хотела спросить, есть что-то не Америка, потому что... Есть. На Новый год, потому что есть... На данный момент ситуация с посольством, что периодически идут отказы. Поэтому, да, хотелось бы рассмотреть другие варианты. И мы вернемся ровно через одну минуту и продолжим. Как попасть в Прагу и Вену за 33 евро? Как отдохнуть в Египте за 300 долларов? Таиланд, Стамбул, морские круизы и другие направления. Заходи на HotTour.com.ua. Читай условия акции. Друзья, если вы активно занимаетесь. спортом, как сейчас я. О, у меня сердечко появилось даже. То можете не переживать. На судне отличный фитнес-центр с сверхсовременным электронным оборудованием. Фактические дорожки, орбитреки, гантельки, велики. Вот, и что еще? Очень важно. Вам не надо будет ездить на маршрутке, метро, либо на автомобиле по пробкам до своего любимого спортзала и платить за эти деньги. Вышли из номера, взяли полотенчика, купальничек, позанимались. А вот потом вышли направо и в бассейн сразу. Какая красота. Все, я побежал. Ой, что-то я быстро. Паша, подожди, как остановить ее. Занимайтесь спортом, это хорошо. Ну, знаете, что еще интересно? Для меня лично судно стало хорошим индикатором того, насколько мало мы уделяем себе, я лично уделяю себе внимание в обычной жизни, насколько мало я двигаюсь. Квартира, машина, офис, офис, квартира, машина. А здесь есть такая возможность. Судно хоть и не закрытое пространство, как думают многие, но ограниченное. И очень хорошо после питания побегать. Или просто погулять. Судно-то гильмагаза. Уделяющее время. ВЫСТРЕЛ Ози. Судно-то Jeze. ВЫСТРЕЛ Ози. ove-рee. Субтитры сделал DimaTorzok Которая директор экспресс-вояж И мы продолжаем разговор о круизах на Новый год И на данный момент мы будем говорить о круизе, который выходит с Арабских Эмиратов Да, мы только что с вами посмотрели такое прекрасное видео Загорелись летом, теплом И 2 января у нас 12-ночный круиз из Абудаби Очень хороший маршрут Да, как бы гости имеют возможность прилететь в день в день на круиз То есть или прилететь вечерним рейсом, да, в зависимости от того, какой у них Не нужно брать даже ночи, как бы, дополнительного проживания Это плюс дополнительная, как бы, экономия Потом у нас на маршруте будет Маскат-Аман с 12 утра до 20 часов вечера В 8 часов, я думаю, что, как бы, можно погулять 3 дня в море Корабль у нас очень, как бы, интересный, насыщенный Поэтому можно танцевать, развлекаться И, как бы, полностью наслаждаться круизным отдыхом У нас, потом у нас Гоа, Мумбаи Да, 2 порта с 7 утра до 6 часов вечера А с 10.30 даже с ночной стоянкой Нужна нам дополнительная виза Мы ее вклеиваем Да, как бы, это все делается На месте? Нет, мы делаем это заранее Заранее Заносим документы, как бы, и вклеим ее Раньше, как бы, вклеивали на корабле Но сейчас, как бы, немножко поменялись отношения Потом обратно 2 дня в море Дубай И мы стоим там до 22 часов вечера По идее, что если кто-то захочет приехать позже Ну, в принципе, там недалеко Там можно взять трансфер И доехать до Абудаби И с 5 утра уже идет высадка То есть, в принципе, ну, как бы, удобно и хорошо И ценовая политика, видите, как бы, была очень хорошая На данный момент у нас остались только святы Но, в принципе, как бы, нам нужно отслеживать на сайте И мы можем с вами еще, как бы, да, словить какие-то каюты Стоимость 12-ночного круиза в сентябре месяце На эту дату была 1800 долларов То есть, как бы, 900 долларов на человека 12 ночей, я считаю, что это, как бы, даже очень-очень неплохо Ну, да, 900 плюс авиа, ну, сколько там, сейчас 300-400 То есть, это действительно проживание недели в хорошем отеле А тут 12 ночей Конечно, просто прекрасный вариант Так, что мы еще можем рассмотреть, если вдруг мы не поймаем каюты на такой тариф? Мы можем посмотреть с вами Юго-Восточную Азию Да Как вариант, тоже, как бы, да, мы заходим на сайт Выбираем, как бы, новогодние даты Но, скажу честно, что больше всего, все-таки, несмотря на то, что, как бы, проблемы с визами американскими есть Да, вот у нас новогодние даты И, если говорить глобально, больше 600 человек у нас на Новый год уезжает на Кариба Ну, во-первых, кто может себе позволить, наверное, уже давно имеют американские визы Плюс их открывают, да, на 10 лет или... Мы еще с вами хотели посмотреть маршрут из Ирландо, да, как бы И поговорить с вами, как бы, как альтернатива выхода из Майами И, в принципе, совмещение у нас отдыха с... Ну, для деток... Диснейленда Диснейленда Диснейленда, ну, и, как бы, Universal Studio, потому что достаточно интересно Ну, вот, у нас УАЗ, да, вот, опять-таки, да, осталась одна внутренняя каюта В принципе, она где-то в ценовой 1200 долларов будет минимально, то есть полторы Ну, достаточно, как бы, для Кариб И маршрут у нас будет, он у нас будет такой же, как бы, и через неделю Порт Канаврел, то есть совмещаем, Орландо совмещаем экскурсии на порте Канаврел Казимель, Мексика, День в море, Ямайка, остров Лободи Это частный остров круизной компании, День в море И возвращаемся обратно на Канаврел А что на этом острове? Слушайте, это частный остров круизной компании Что они предлагают? Я почему и спросила? То, что на корабле Питание, развлечение Мы сейчас с вами будем смотреть картинки, я вам покажу то, что есть на острове А я первый раз просто такое слышу, что остров круизной компании И, как бы, что с какой-то же целью этот остров у них есть, что же они там делают Ну, конечно Значит, на острове, что у нас есть на острове и что там интересного Как обычный турецкий отель, да, как бы, там есть водные батуты Там есть водные горки на берегу На самом берегу сделаны в виде защитных шезлонгов разные домики Там выставляется еда Люди, когда сходят на корабль, для того, чтобы обратно не возвращаться на корабль Они могут там покушать, позагорать на шезлонгах и просто отдохнуть и покупаться То есть, в принципе, как бы, закрытая частная территория На которую не пускают никого, кроме тех людей, которые приходят вместе с кораблем А на этом острове кто-то живет помимо? Нет, конечно То есть, просто как... Нет, это просто часть острова выкуплена И только на этом острове все сделано, как, ну, вот, как пляжный... Нет, я поняла формат, просто интересно, есть ли там местные люди Нет, местных людей нет, они только как обслуживающий персонал Итак, да, как бы, мы опять-таки говорим с вами сегодня о питании, о развлечениях на корабле И напоминаем всем, что, купив круиз, да, они, как бы, оплачивают не только проживание в каюте А и полностью, как бы, все то, что может быть на корабле Аттракционы, развлечения и все-все-все, как бы, эти бассейны, спортивные площадки Отлично! Я потом задам вопрос по этому поводу У меня есть свой спортивный интерес И мы вернемся с вами ровно через одну минуту Крыжи Жаковая фаршка Крыжи Жаковая фаршка Крыжи Жаковая фаршка Фонтаны – уникальное инженерное сооружение и зрелищная шоу-площадка, не имеющая аналогов в Европе. В бассейне размером 24 на 45 метров, вмещающем 1650 кубометров воды, для светового шоу установлено 3000 распылителей. Подача воды обеспечивается 50 мощными насосами. Струи подсвечиваются 1248 рефлекторами, размещенными под водой. Зимой крыжежиковые фонтаны не работают. Сезон фонтанов открывается в марте и завершается в ноябре. Лучшее время для посещения шоу – вечер с 20.00 до 23.00. Стандартное светомузыкальное представление длится 40 минут. Билеты на любое ближайшее шоу нужно заказывать заранее. Протажа открыта за неделю вперед. Распродажа хороших туров по низким ценам. Как попасть в Прагу и Вену за 33 евро. Как отдохнуть в Египте за 300 долларов. Таиланд, Стамбул, морские круизы и другие направления. С 13 ноября. Заходи на HotTour.com.ua. Читай условия акции. Мы вернулись в наш эфир. Продолжаем разговаривать о наших круизных программках на Новый год. И у меня такой вопрос по поводу Нового года. Вы сравнивали с турецкими отелями. В принципе, если сравнивать с отелями и с Новым годом. Как бы за путевку мы не платили, сколько бы не платили, в отелях есть всегда доплата за новогодний ужин. Как у вас? У нас нет доплаты за новогодний ужин. Это прекрасная новость. У нас новогодняя елка стоит с начала декабря. И даже мы в прошлом году, когда были с ребятами в круизе с 28 ноября, у нас уже была новогодняя елка. И у нас уже был украшен корабль. И понятно, что каждый ужин у них как бы особенный. Но новогодний ужин, он проходит без дополнительных оплат. То есть гостей всех приглашают. Понятно, что как бы наливается шампанское, приветствуется. А какая программа? Вот мне тоже интересно. Это просто музыка и ужин. Это какие-то шоу, это какая-то дискотека, звезды в зависимости от ранга корабля. Как это происходит? Ну смотрите, каких-то дополнительных звезд, понятно, никто не приглашает. Потому что если мы говорим, вот я была летом в круизе, да, и у нас там приглашали каждый вечер какую-то новую звезду. Но они выбирают сами, кого они хотят. Я не говорю о том, что там будет Деверт Копперфилд или там еще какие-то. Ну это понятно, да. Но все равно как бы, да, разнообразие как бы очень-очень-очень хорошее. Тем более, что шоу, да, как бы у них все, они же подписали контракт с универсалом, да, как бы они все лицензированы. И поэтому как бы они придерживаются какого-то определенного уровня. Понятно, если мы говорим с вами о больших кораблях, мега-больших, там Гармония морей, да, Оазис и Алюр, да, там больше будет. Потому что там будет водное развлечение, там будет новогодняя программа. Не могу сказать, что там Дед Мороз будет бегать, да, но как бы то, что люди после ужина пойдут и поразвлекаются, и потом будет дискотека до 4 утра, это 100%. То есть, ну как бы, я надеюсь, что вы попадете на корабль все-таки. И вы поймете, что каждый день на корабле это большой праздник, и это каждый день Новый год. Поэтому дополнительных расходов нет. Заняться есть чем, скажу вам, в зависимости от возраста гость находит для себя. Там мои девочки, да, сотрудники приходят, в каюту возвращаются и в 4 утра, и в 5 утра, а могут и в 6 прийти из-за того, что как бы, да, им очень нравятся дискотеки развлекательные. Мы, если сравниваем класс стандарт, то понятно, что вот те корабли, о которых мы сегодня говорили, класс Ауазис, они самые популярные, и заранее нужно бронировать и столики, нужно заранее бронировать развлечения, потому что как бы людей очень много, и они не все успеют, даже если... То есть, если на Новый год не забронировать столики, есть шанс на него, за ним не посидеть, не праздновать Новый год? Я говорила бы забронировать место в акватеатре, а на ужин, как бы, у вас место всегда будет. То есть, вам выбирают столик в начале круиза, и вы к нему уходите, приходите каждый день в течение недели. Если вы не хотите ходить в альфа-созной ресторан, где вы сидите, как бы, там, в вечернем платье или в коктейльном платье, вы можете пойти на шведскую линию или выбрать какой-то другой альтернативный ресторан, тем более, что на классе «Оазис», на «Гармонии» или на «Алюре» их более 16. И, как бы, если вы слышали, они подписали договор с Джейми Оливером, поэтому там, кроме основных ресторанов, да, которые бесплатные, есть, ну, как бы, и альтернативные, которые там за 25 долларов, и многие гости это себе позволяют и очень сильно... Я прям не могу не спросить, кто такой Джейми Оливер, извините, пожалуйста. Ресторатор. Так, это я могу не знать, клиенты тоже могут не знать, да, кто в этой теме, все понятно, кто нет, это такие пешленовские звезды, да, как в гостиницах. Здесь точно так же, к сожалению, очень мало времени нам выделили сегодня пообщаться, осталось 5 или 6 минут. Что основное хочется сказать или вот донести по поводу круизов сегодня, поскольку каждый раз о чем-то говорим, о чем-то постоянном, о чем-то другом, что сегодня хотелось донести, так, чтобы быстренько донести. Быстро-быстро. Мне хочется донести то, что все цены онлайне, да, как бы каждый из нас может зайти, играть, смотреть, как бы, да, никаких штрафов не будет, выбирать каюту, звонить, спрашивать, задавать любые вопросы, потому что... Как штрафов не будет? Ну, вот если вы будете играть, выбирать себе каюту, да, как бы каюта будет за вами сохраняться в течение трех дней, и вы, как бы, можете там один день думать, второй день думать. Грубо говоря, есть предварительное бронирование, это важно. Сохраняется, и вы, как бы, можете смело какое-то определенное взять время для того, чтобы подумать. А потом, если истекает три дня, автоматически... Нужно оплатить депозит. Вот, либо оплачиваем, либо автоматом она слетает. Она слетает, да, совершенно верно. После этого, да, как бы вы распечатываете счет с личного кабинета, оплачиваете его по безналу или приходите в кассу предприятия, и подписывается договор, обязательно я это рекомендую делать и туристам, и агентам, потому что это основное, что у нас есть, вам выдаются, соответственно, все документы, тем более, что мы работаем официально, как бы, все оплаты идут по безналу на круизную компанию, и у вас, как бы, у каждого должна быть защита, прежде всего, своего отдыха, да, и для меня это тоже важно. Мне очень, как бы, хочется сказать, что Royal Caribbean в любом случае, как бы, лучший в классе стандарт, и все те, как бы, шоу, и все те, как бы, праздники, которые у него устраивают, говорят о том, что Новый год на корабле это очень, как бы, значимо, и, как вы говорили, что есть особенно. Вот каждый год, да, вот я не могу сказать, какая-то еще у нас есть дата в году, которую собирает столько много людей, потому что ни майские праздники, ни лето, а вот именно Новый год – это отдых в круизе, и это, если говорить, ну, как бы, я могу назвать много имен, как бы, много звезд, которые были именно наши известные люди на корабле на новогодние праздники. И тоже такой, наверное, нестандартный вопрос. Бывает на кораблях ховербукинг? Бывает. Что делать? Круизная компания в этом случае пишет письмо, она просит о том, чтобы мы, как бы, просили своих гостей, но мы никогда на это не идем, потому что, во-первых, наши гости, а, во-первых, далеко летят, во-вторых, у нас вопрос визовый, то есть, как бы, гости планируют заранее, и мы мотивируем, говорим о том, что, ребят, вот мы забронировали там каюту за полгода, мы не можем этих гостей пересаживать на другую дату. А дальше что происходит? Они кого-то другого пересаживают? Да. Они, как бы, возвращают полностью деньги и дают сертификаты на будущий круиз, но с нашими гостями не было никогда. Если такие ситуации бывают, то, да, их могут переместить, к примеру, если они забронировали каюту там внутреннее окно, и если она очень сильно нужна, они могут дать повышенную категорию. Но чтобы гости не поехали, у нас такого, ну, как бы, за мою практику не было. У нас единственный был, как бы, тоже момент, когда у нас был агентский круиз, и когда вместо двоих человек жили три человека, но зато весь алкоголь в течение круиза был бесплатен. Вот так компенсировали. Ну, это очень здорово. Что я могу сказать? Едем в круиз. Едем в круиз, уважаемые клиенты, я очень люблю все новое. Если вы относитесь к этой категории, я понимаю, что при этом всем я люблю все новое, но при этом я консерватор. И я бы с удовольствием попробовала круиз, пока, правда, к сожалению, нет времени, потому что это надо собраться стопроцентно, плюс заранее, плюс определить маршрут. То есть пока, ну, лично у меня по работе не получается, но, правда, давно мечтаю, потому что я ходила на яхтинге, это немножко другое, на формат похожий в плане перемещения, сколько ты можешь себе посмотреть. Но, правда, мечта у меня лично круиз Америка-Карибы совмещенный. То есть мне бы очень хотелось посмотреть ту сторону мира, вот, Карибские острова, которые я не видела. Что хочу сказать? Не бойтесь, даже если вы ничего не знаете об этом продукте, потому что здесь очень много преимуществ, как минимум то, что не едете в автобусе, не переезжаете с места на место, там, в поезде, неважно, на самолете, просто плывете, наслаждаетесь всем, чем только можно. Ощущение, что вы в отеле, все включено, бассейны, разные развлекательные программы, да, я все правильно рассказываю, понимаю, то есть вы не тратите на это время, вы просто идете по морю, доходите до следующего порта, заходите, смотрите новый город, новую страну. Поэтому иногда на члеве, вот в море, я так понимаю, мы это называем в ехтинге, на маяках, тут тоже на маяках? Нет, да? Все то же самое, это очень здорово. И если вы хоть раз ночью среди моря выйдете на палубу, вы увидите такое количество звезд, которые вы никогда не увидите на берегу. Это правда, потому что рядом практически никакого освещения нету. И вообще все это новое, все эти новые ощущения. Не бойтесь открывать себе границы, горизонты, любите этот мир. Спасибо всем за внимание. Лариса, спасибо огромное. Получила хоть и мало, скажем так, времени было, но масса удовольствия. Я действительно под ваши рассказы уже просто ходила по этой палубе, танцевала до утра в новогоднюю ночь. Спасибо вам большое за эфир. Ну и до встречи. Всем до свидания. До новых встреч. Продолжение следует...